Недавно я нашел гайд по юнити, который называется Туториал по юнити для абсолютных новичков. Плося несколько дней я решил пройти этот гайд. В нем было все объяснено очень понятно и внятно, хоть он и на английском, но даже моего уровня хватило, чтобы понять абсолютно все. Все сопровождалось красивыми анимациями, которые визуально показывают, как работает та или иная вещь. По итогу гайда у вас должен получиться Flappy Bird, которого предоставлял ассеты, чтобы не тратить время на рисование спрайтов. Но я решил все-таки нарисовать самому. Как раз я и недавно изучил основу пиксель-арта и самую молодежную программу. Ассепрайт. Я нарисовал что-то серое с чем-то красным. Потом я нарисовал максимально простую трубу и начал проходить Half-Life 2. Это культ высшутор от первого лица, вышедший в 2004 году, который совершил настоящую революцию в сфере графики и физики в играх. Так о чем это я? Точно. Я нарисовал максимально простую трубу и начал проходить гайд. По итогу гайда у меня получилось вот это. Но не думайте, что это конец видео. Ведь в конце тутория предложили доделать игру, описав то, что нужно доработать. Я составил свой список изменений, которые я сделал после гайда. Я изменил экран Game Over и теперь он выглядит намного лучше. Далее я добавил звук смерти игрока и набора очков. Кстати о смерти. Я сделал так, чтобы устройство уничтожалось при смерти. Плюс я добавил смерть при выходе за рамки экрана. Что-то слишком много раз я искал слово смерть. И последнее нововведение. Главное меню. Все игру я сделал за одну ночь. На утро я забилдил проект, но сделал это не так, как обычно. Я решил попробовать браузерные игры. Я понимаю, что никто такую маленькую и по сути своей бессмысленную игру скачивать не будет. А вот зайти на страницу и поиграть пару минут в принципе не затруднительно. Также не затруднительно, как и переделать игру с ПК на браузеры. Всего лишь нужно в настройках билда выбрать OpenGL. И все. Даже управление не нужно менять. Если вы конечно не хотите делать мультиплатформенную браузерную игру. То есть игру в браузере, в которую можно поиграть и на телефоне и на ПК. Но я делал только для ПК. Итак, я как обычно начал заливать на Itch раю свое творение и впервые в жизни загрузил браузерную игру. Она билдится в папку, которую ты архивируешь в формате zip и загружаешь на Itch. И в принципе на этом все. Получилось довольно удобно. Игру не нужно скачивать и чтобы поиграть в нее нужно просто зайти на страницу. Этот сценарий я писал довольно давно, поэтому сейчас уже готово обновление. И скоро оно выйдет и об этом вы узнаете в нашем телеграм-канале и дискурс-сервере. Ссылки в описании. До скорого.